МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А гости из Турции не прочь поработать в России. И Новосибирск лидирует. Наш город первым предложил пару достопримечательностей в качестве символов для новых купюр. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Только мы свыклись с тем, что за коммунальные услуги нужно платить больше. С 1 июля увеличены тарифы на водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение. И вот опять новость. В региональном правительстве всерьез задумались над повышением тарифов на проезд. Перевозчики давно просят поднять расценки. Уже не раз подавали экономическое обоснование. В областном департаменте по тарифам сейчас думают над предложениями. Итоги полугодия 2016 года будут проанализированы. В том числе и с точки зрения повышения акцизов и так далее. Иных расходов, которые регулируемые организации понесли. То есть мы эту работу проведем. И, соответственно, я думаю, через месяц, через два уже будут сформированы конкретные предложения. Точных цифр пока нет. Известно только, что жетон в метро может подорожать на 1 рубль. А в гороэлектротранспорте стоимость проезда необходимо увеличить до 23 рублей. Только тогда предприятие не будет работать в убыток. Из-за низкого тарифа троллейбусы и трамваи с трудом удается обновлять. И это, пожалуй, единственный случай, когда повышение стоимости проезда более чем оправдано. Практика показывает, что машины гороэлектротранспорта, в отличие от коммерческих перевозчиков, выполняют все рейсы и не уходят с линии до полуночи. Но повысить расценки только в троллейбусах и трамваях нельзя, считают в правительстве области. Если повышать, то во всех видах общественного транспорта. Впрочем, тарифы сейчас не столько экономические, сколько политические аспекты. Я сильно сомневаюсь, что перед выборами на самом деле поднимут расценки на проезд. Ведь надо же партии власти зарабатывать очки. Хотя пока представители «Единой России», «ЛДПР», «Справедливой России» избирательную кампанию не начали. А вот представители КПРФ уже вступили в политическую гонку. В Центральную избирательную комиссию поданы списки. По одномандатным округам идут действующие депутаты Заксобрания Андрей Жирнов и Роман Яковлев, второй секретарь Новосибирского обкома Ренат Сулейманов. Партийные списки от нашей и Томской областей возглавляет Анатолий Локоть, Вера Ганзя и Александр Абалаков. Задача минимум для региональных коммунистов – удвоить свое представительство в Госдуме. В КПРФ разделяют протестные настроения, градус которых с каждым днем в обществе все выше. Социальное расслоение, экономический упадок, однобокость политики. Вопросов к нынешней правящей элите у коммунистов много. Лозунг нынешнего кабинета министров, характеристика всей его деятельности – это выступление господина Медведева на встрече в Севастополе. Денег нет, но вы держитесь, хорошего вам настроения. Вот это показатель деятельности нашего кабинета министра. Погода на этой неделе явно испытывала наше терпение, преподнося сюрпризы в виде сильных гроз с молниями, которые били в светофоры и в дома. Местами прошел град размером от грецкого ореха до куриного яйца. Он заставил поволноваться дачников, хотя у садоводов и огородников поводов для беспокойства тем больше, чем ближе участок к реке. Вторая волна паводка пришла, некоторые ее уже и не ждали. Что удивительно, не ждали таких последствий даже гидрологи, отвечающие за регулирование уровня в водохранилище и в Аби. Александр Вяткин оценил последствия разгола стихии. Автомобилисты словно на катерах лавируют в потоке машин и в потоке воды. После сильнейшего ливня дороги превратились в реки. С таким объемом воды в некоторых местах городские коммуникации, если и справляются, то с большим трудом. И во многом благодаря работе муниципальных служб. Открывают решетки, восстанавливают машины, чтобы туда автомобилисты не упали в открытые. И оперативно удаляют весь мусор, который мешает проходу воды. Если есть необходимые лососа, откачивают воду. Ежегодно специалисты очищают более 10 километров ливневых коллекторов. Но их снова затягивают мусором, илом, песком. Синоптики тем временем отмечают, что подобные локальные ливни близки к аномальным. Это относится к классу сильных осадков. Причем 48 миллиметров – это даже близко к понятию уже опасные осадки. Опасные осадки привели к увеличению притока в Обское водохранилище. Обильные дожди совпали со второй волной паводка. Каждый раз гидрологи по прогнозам рассчитывают риск подтопления и объем сбросов. Признают, в этот раз сами не ожидали такого сценария. Буквально до пятницы все расчеты говорили о том, что мы пройдем без подтопления. Но те осадки, которые были озвучены, они внесли свою лепту, поэтому мера вынужденная. В Верхнеобском водном управлении решили экстренно начать холостые сбросы из водохранилища. В июле явление это крайне редкое. Но открыть створы водопробусной плотины без предупреждения дачников не дали муниципальные спасатели. Дату начала сбросов сдвинули на сутки, чтобы успеть оповестить людей. Уже было решение с 12 часов открыть на 2 метра и плюс 300 сразу куда выводить. Мы остановили это. Но остановить поводок невозможно. Поэтому на Новосибирской ГЭС по команде холостые сбросы все же увеличили. Вода пришла, когда уже не ждали. Виталий и Светлана решили, что в этом году топить их участок не будет. Посадили цветы, посеяли газон. И вот вторая волна паводка докатилась до порога их дачного дома. Два часа назад. Здесь воды не было. Но Золотухины надеются, что таких последствий, как в прошлом году, все же не будет. Заменили пол. Пришлось заменить диван. Заменить пришлось вот это мне. Все пропадает. Такой дуб. Регулярно. Через три, через два. А сейчас вот ежегодно. Затопление. Некоторые огороды уже превратились в заливные луга среди морковных грядок. Плавают мальки. Этот переулок затопило еще вчера вечером. Сегодня уровень воды увеличился. Глубина здесь уже около 10-15 сантиметров. И вода продолжает прибывать из той небольшой протоки. Там настоящий ручей. И, судя по всему, совсем скоро затопит этот участок. Пока вода зашла только на метр за забор. Подтопленными оказались больше сотни участков в садовых обществах. Уже на въезде всех дачников сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы предупреждают об опасности. Дачникам помогают перетащить мебель повыше. Убирают незаконно установленные заборы. Они мешают оперативно подъехать к домам. Ожидается подъем уровня воды на 3 метра 80 сантиметров. По этим данным ожидается подтопление 105 участков садовых. Поэтому ходим, оповещаем, работаем. Сейчас дачники с большим страхом ждут сообщений о дальнейшем повышении уровня воды. По мнению гидрологов, пик паводка уже пройден. Дальше вода должна пойти на спад. Александр Вяткин, Евгений Макаров, Олег Макаров. Новосибирская неделя. Лето, сезон ремонта. Обновляют сейчас дома, взялись из-за дворы, меняют асфальт, делают новые парковки, устанавливают детские и спортивные площадки. О планах работ и о том, как собственники могут приблизить сроки ремонта во дворе, говорим далее. Масштабная программа благоустройства дворов закончилась в прошлом году. С чем связаны решения продолжить эти работы? В 2016 году уже в рамках программы жилищно-коммунального хозяйства города Новосибирска есть подпрограмма благоустройства дворовых территорий, которая сейчас реализуется в рамках бюджета города Новосибирска до 2020 года. Все средства выделяются только из бюджета? Либо общедомовое имущество, коим является двор, тоже часть ответственности собственников? Я тут могу сказать, что в настоящий момент в 2016 году запланировано объем работ в рамках 100 миллионов рублей. На эти средства мы планируем отремонтировать порядка 100 территорий, ну естественно и окончить выполнение этих работ в более короткие сроки до сентября месяца. То есть пока средства собственников не привлекают? Собственники не участвуют в финансировании данных работ. Эта тема, могу сказать, достаточно актуальна и действительно все уже подходят к тому, что необходимо привлекать средства собственников. Ну, во-первых, это и положительно для самих жителей, в части того, что когда они вкладывают свои средства, они потом и к этому имуществу, соответственно, и относятся. Это как один из мотивационных моментов. Ну и второй, как ни странно, экономический, да, чем больше средств будет с разных источников привлечено в эту программу, конечно, и будет выполнено гораздо больше. О каких видах работы идет речь? О укладке асфальта нового или о благоустройстве, установке? В целом, программа обустройства дворовых территорий, она включает комплекс мероприятий и разные подразделения мэрии его реализуют. В частности, департамент контролирует ремонт асфальтового покрытия, расширение дворовых территорий, увеличение парковочных карманов пространств. Вот. В рамках этой же программы существует снос деревьев на вот этих парковочных карманов. Это у нас администрации отвечают за это направление. Установка детских городков – это тоже вот как комплекс обустроительных работ дворовых территорий. Практика проведения торгов и выбора подрядчиков показывает, что есть некая экономия. Позволит ли это расширить список благоустройства? Процедура аукционов, она показывает, что есть некое снижение цены, заявленное первоначально. Действительно, существует некая экономия по результатам торгов. Сейчас торги идут у нас, ну, как бы в самом разгаре. Мы еще полностью оценить, ну, вот эту экономию не можем в полном объеме. Но механизм этот работает. У нас есть пол объектов, которые стоят первоочередные, которые мы сразу будем включать также в аукционные процедуры и отыгрывать, и выполнять их в этом году. То есть весь бюджет мы должны освоить. Это мы прекрасно понимаем. А кто и как определяет, что вот именно в этом дворе нужно сделать ремонт? Формирование адресного перечня, который у нас в этом году мы исполняем, он в большей степени был продиктован теми наказами избирателей, которые они дали депутатам при вот созыве. И, естественно, совместно с депутатским корпусом мэрии городного Сибири, администрациями районов и округа готовились и согласовывались эти перечни, приоритеты выстраивались, то есть именно где необходимо все это в оперативном режиме быстро сделать. Ключевой вопрос качества, кто его будет контролировать? Приемка качества работ будет осуществляться комиссионно со всеми участниками, которые были вовлечены в формирование этих адресных перечней. То есть активно будут принимать участие и собственник, и депутатский корпус, и администрация района. Также есть у нас технический надзор, который осуществляет именно технологические моменты по ремонту дворовых территорий. На основании этого акта уже будут выплачиваться средства подрядным организациям, которые выполняли эти работы. Тут тоже нужно заметить, в рамках аукционных процедур мы, как одним из условий является гарантия качества работ. Это тоже немаловажно, жители тоже понимают это все дело. А вот такой асфальт, а вот крупный, мелкий, как он себя поведет. То есть есть разные моменты, которые мы, естественно, контролируем. И мы всегда говорим, что у подрядной организации есть срок гарантии от двух до пяти лет. Подрядчики заявляют этот гарантийный срок. И мы понимаем прекрасно, что если и подрядчики это понимают, если они сделают это некачественно, они в течение всего гарантийного срока будут там постоянно исправлять какие-то нарушения. В этом никто не заинтересован, я вас уверен. План благоустройства на этот год уже сформирован. А что делать собственникам, которые хотят, чтобы их двор тоже отремонтировали? Мы, прежде всего, акцентируем внимание на исполнении наказов. Поэтому мы направляем жителей к нашим депутатам, чтобы они все-таки провели работу в рамках своего округа. И тут тоже определяли болевые точки на своей территории. Вот этот механизм, когда будет разрешен, мы будем понимать объем работ, которые необходимо выполнить. И тем самым уже адресные перечни сформированы. Ну и к концу года, я думаю, у нас уже будет такой адресный перечень на исполнение в 2017 году дворовых территорий. Спасибо большое вам за полезную информацию. Новосибирск вышел в лидеры голосования на сайте твояроссия.рф. Этот ресурс создан для того, чтобы выбрать претендентов, а именно достопримечательности, которые украсят новые банкноты в 200 и 2000 рублей. Так вот, наш город стал первым в стране, который предложил сразу два символа для изображения на купюрах. Первым был Бугринский мост, и чуть позже его догнал оперный театр. В итоге они могут оказаться на разных сторонах одной купюры, причем наличие сразу двух достопримечательностей в списке претендентов увеличивают шансы Новосибирска на победу. Остальные города представили пока только по одному символу. У Иркутска, например, это озеро Байкал, у Владивостока мост Золотые ворота, а у Волгограда скульптура «Родина-мать зовет». Увидеть всех претендентов можно на сайте проекта твояроссия.рф. Там же еще можно проголосовать за новосибирские достопримечательности. Не нужен нам берег турецкий? Или все-таки нужен? Только российско-турецкие отношения начали оттаивать, как туристы в разгар отпускного сезона вновь заинтересовались отдыхом в Турции. Правда, о дешевых и горящих турах пока можно забыть. Что интересно, в Турцию соотечественники и не прекращали ездить, несмотря на запрет. Более того, политический климат никак не повлиял на взаимоотношения обычных людей. Вот Вероника Иванова без труда нашла в Новосибирске и тех, кто в Турции недавно отдыхал. И даже гостя из этой жаркой страны, которая теперь живет в Сибири. Парикмахер «Изет» приехал в Новосибирск полтора года назад. К любимой девушке и за мечтой. Жить в России хотел, несмотря на языковой барьер. За это время освоился в профессии парикмахера и бродобрея. Руку набил еще в Турции. Новосибирцы турецкому стилисту доверяют. Все хорошие со мной, все любят говорить со мной. Город вообще натуральный, везде зеленый. Нравится очень здесь жить. В это время новосибирцы мечтают о берегах турецких. Если уж не жить там, то отдохнуть. Никого нет. Просто никого нет. Екатерина Буянова показывает фото безлюдных пляжей Турции. Оттуда она прилетела чуть больше недели назад. Когда запрет продажи организованных туров еще действовал, Екатерина с сестрой самостоятельно купили билеты и забронировали жилье. Отели по-прежнему предлагают высококлассный сервис. Правда, вопрос безопасности за пределами туристической зоны до сих пор не решен. Екатерина уже летела в Россию, когда в Стамбульском аэропорту произошел теракт. Ее сестра возвращалась на родину через аэропорт Стамбула неделю спустя. Естественно, первый мой вопрос был, как по безопасности что-нибудь там сделали в аэропорту от отерка или нет. На ее взгляд она сказала, что похоже, что нет. Визуально, ну не слишком, скажем так, это бросалось в глаза, что там какая-то усиленная охрана. Несмотря на это, запрет на продажу туров снят. Но чартерных рейсов из Новосибирска в Турцию пока нет. Только регулярные. Туроператоры экстренно организовывают отдых. Некогда бюджетные путевки сейчас многим не по карману. С середины июля начинаются заявленные программы из Новосибирска. По стоимости могу отметить, беспрецедентно дешевой суммы нет. То есть цена ориентировочная на все направления у нас. Начинает 100 тысяч буквально. На двух человек, на 12 дней. За эти деньги турист получит формальное. Все включено в трехзвездочной гостинице. Скорее всего, без особого гастрономического изобилия и в удалении от моря. Пока отношения между странами остаются натянутыми, отношения между людьми по-прежнему теплые. Валерия из Новосибирска в Турции вышла замуж. И уже полтора года живет в Анталии. Рассказывает, турки по-прежнему внимательны, отзывчивы, никакой предвзятости нет. Хотя турецкий турбизнес сильно страдает. Доходит дело даже до митингов и забастовок. Многие остались без работы. Люди некоторые стали банкротами, начали продавать отели, закрывать кафе. Потому что действительно туристов нет. Если для людей государственные границы так или иначе не помеха, то турецким овощам и фруктам пока по-прежнему на российские прилавки дорога закрыта. В таком политическом климате ни о какой заморской клубнике, помидорах и апельсинах речь не идет. Этих продуктов турецкого земледелия раньше в Россию отправляли немало. И вообще пятую часть всех овощей и фруктов везли именно из Турции. После того, как отношения между странами охладели, турецкую клубнику заменила краснодарская. А помидоры все больше китайские. В правительстве эмбарго отменять не планируют. Во всяком случае, до зимы. А значит, дешевых апельсинов, помидоров и клубники из Турции на прилавках в ближайшее время не будет. Вероника Иванова, Дмитрий Канн, Денис Савинский. Новосибирская неделя. Ученые Института цитологии и генетики разрабатывают биологическое оружие для массового, но при этом точечного поражения раковых клеток. Исследования пока проводят на лабораторных животных, но вполне успешно. В норме от этой опухоли животное погибает через 15-20 дней. В любом случае. А в нашем случае животные через те же 20 дней теряют признаки опухоли, которая впоследствии не развивается в течение года. И, собственно, до конца жизни экспериментального животного. Больных раком мышей лечат особыми инъекциями, прицельно убивая клетки опухоли. Ученые научились выделять в массе раковых клеток стволовые. Именно в них кроется смертельная опасность. В ходе исследования выяснили, что патогенные стволовые клетки можно уничтожить с помощью химиотерапии в сочетании с особыми фрагментами ДНК. Их берут из человеческой плаценты. Пока методика показывает высокую эффективность, правда, на некоторых видах опухолей, но ученые продолжают работу и хотят создать лекарства от всех разновидностей злокачественных новообразований. Археологический отряд школьников работает под Берском. Раскопки – это не просто практика, а настоящий урок истории на местности. Сняв насыпь, археологи поняли – курган разграблен. От средневековых грабителей остались разбросанные по раскопу кости и скелет лошади. Теперь задача археологов – найти захоронение. Возможно, там обнаружат что-то более ценное. С лопатами школьники обращаются умело. Большинство на раскопках не первый год. Ну вот я позавчера череп нашел, сегодня вот тут вот защищал, вот эти еще нашел, что-то там от лошади. Ну вообще почти что все. Археологи считают, что памятник относится к басандайской культуре. Это 13-14 век нашей эры. Тогда в Приобье жили тюркоязычные племена. Возможно, находки этой экспедиции пополнят музейные коллекции. Кстати, музеи Олимпийской славы возрождают уникальную экспозицию с личными вещами наших прославленных спортсменов, откроют к осени. Тем временем стали известны именно тех, кто в составе сборной страны поедут на предстоящие Олимпийские игры. Соревнования пройдут с 5 по 21 августа в бразильском Рио-де-Жанейро. Итак, Новосибирск на играх будут представлять гимнаст Никита Игнатьев, боксер Миша Алоян, саблистка Юлия Гаврилова, шпажистка Любовь Шутова, пловчиха Наталья Ловцова. Спортсмены-паралимпийцы станут самыми молодыми участниками из новосибирской делегации. Это 22-летний фехтовальщик Виктор Дронов и Максим Шабуров, которому исполнилось 20 лет. К сборной присоединятся также бегуньи Алла Кулятина и Екатерина Соколенко. Если их именные заявки одобрят, ведь российская легкоатлетическая команда дисквалифицирована из-за допингового скандала. Возможно, в состав олимпийской сборной включат также волейболиста Артема Вольвича и борца Романа Власова. До старта Олимпиады в Бразилии остается месяц. Такими были прошедшие будни. Чтобы оперативно следить за происходящим, подписывайтесь на канал Новосибирские новости в Ютьюбе. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин